А теперь возьмем такую индустрию, как золото-добывающие компании. Вообще, чтобы вы понимали, золото производит в нашей стране исключительно семья Нурсултана Назарбаева. Собственно, и как по нефти. В целом по нефти 90% добываемой нефти все находится под контролем Назарбаева. И в нефтегазовой отрасли, если он скажет своим ребятам, ну-ка поднимите заработную плату в 2 раза, в 3 раза, в 4 раза, в 5 раз, они это сделают легко и миллионы денег хлынут в нашу экономику. То есть люди реально получат зарплату и будут тратить у себя в регионе. Ну давайте еще раз вернемся теперь к золотобывающей компании. Золотобывающие компании все Назарбаевские. Все золото продается по мировым ценам. Они сейчас высочайшие. Ну, кстати говоря, очень интересно. В советское время лидером по производству золота был Узбекистан. Сейчас Казахстан, который вообще добывал ничтожные объемы, даже Кыргызстан был период, по объему добычи был больше, чем Казахстан. Сейчас Казахстан минимум в 4 раза больше добывает, чем тот же самый Кыргызстан. И Казахстан опережает по объему добычи и Узбекистан. Еще раз я напоминаю, Узбекистан был лидером. Там объем продаж свыше 3 миллиардов долларов. И понятно, что наши работники на уровне мастеров получают не более 180 тысяч тенге, а в среднем получают 120-100 тысяч тенге и так далее. Ну, и я хочу сказать, что в золотодобывающей отрасли стартовая зарплата начинается с 3 тысяч долларов или от миллиона тенге. Вот представьте себе, значит, если ваша зарплата сейчас, пусть даже в среднем 150 тысяч тенге, золотодобывающие компании тоже могут легко поднять в 2 раза. Кто это должен принять? Нурсултан Назарбаев, он должен сказать, поднимите в 2 раза, все равно мы там зарабатываем миллиарды в год. Около 2 миллиардов долларов за добывающая промышленность приносит прибыль Нурсултана Назарбаева. 2 миллиарда долларов, это считать 1 триллион тенге, он получает личные прибыли от добычи золота, которое монопольно контролирует. Я знаю, сейчас в Степногорске преследуют людей, которые добывали раньше золото, где-то копались, переплавляли. У них сейчас все конфисковывают, там шахтным способом люди добывали золото, слитки какие-то выкапывали. Сейчас режим преследует очень жестко. Почему? Потому что это сфера деятельности только семейных тенге Нурсултана Назарбаева. Продолжение следует...